Всем привет! Всем здравствуйте! На нашем канале Ромашка и Букет мы открываем новую рубрику под названием Старое новье. В этой рубрике, в этой передаче мы будем рассматривать предметы быта, предметы нашего обихода, которые когда-то были новыми, когда-то их использовали, применяли наши бабушки, дедушки, наши родители. Сейчас они ушли в прошлое, сейчас их не используют, они устарели. Также в этой передаче мы будем рассматривать современные аналоги этих предметов, этой техники. Будем рассматривать, будем делать проводить тест-драйвы, сравнения старого и нового. Итак, смотрите нашу рубрику Старое новье или новое старье. Поехали! Итак, в эфире передача Старое новье или новое старье. И сегодня у нас на обзоре будет турка. Турка для приготовления восточного или турецкого кофе. Не путаем это с сортом кофе. Это турецкое кофе, это не сорт кофе, а это способ приготовления. Так вот, этот способ приготовления кофе в турке, он очень древний. С 16 века нам известен способ приготовления. Он очень популярен, естественно, в Турции. И пошел. Пошло вот это вот кофе, оно пошло из Турции. Так вот, значит, рассмотрим саму турку. Турку для приготовления кофе. Она имеет коническую форму. Почему коническую форму? Сейчас мы вам расскажем. Значит, дно широкое, горлышко узкое. В нашей турке, это еще горлышко не такое узкое, есть еще и луже. Так вот, для чего? Узкое горлышко нужно для того, чтобы во время закипания кофе образуется пенка. И вот эта пенка, она является пробкой, которая не дает испаряться кофейным маслам и полезным веществам кофе. Поэтому они все остаются внутри турки. Это кофе насыщенное, вкусное. Широкое дно способствует быстрому нагреву. Кофе быстро нагревается. И также на дне скапливается кофейная гуща. Во время, когда мы наливаем, у нас кофейная гуща остается в турке. Турки изготавливают из керамики, из стали и из меди. Самая популярная и самая правильная турка – это турка из меди. На нашем обзоре как раз вот она турка из меди. Почему из меди? Потому что медь, она нагревается в процессе приготовления равномерно. Вся, то есть вся турка нагревается. И как бы кофе готовится со всех сторон. Итак, начнем. То есть мы своего рода смотрели плюс, плюс вот это приготовление кофе в турке. Это то, что кофе насыщенное и в нем остаются все полезные кофейные масла. Но есть, конечно, и минус приготовления кофе. Значит, когда мы кофе готовим, мы ставим на газ, на плиту. И минус большой, что надо постоянно за ним следить. Потому что кофе в 95% случаев оно убегает, вливается на плиту, потом это приходится отмывать и отирать. Ну и естественно, когда кофе убегает, соответственно, убегают из кофе и все полезные вот эти кофейные масла. Вот это большой минус. Поэтому, значит, наука и техника не стоят на месте. И люди придумывают другие способы приготовления. Это кофеварки, это растворимый кофе. И вот один из самых современных способов приготовления кофе, это кофе, приготовленный в кофемашине. И мы сейчас этот способ рассмотрим. Итак, кофемашина. Что она из себя представляет? Кофемашина это самый современный, можно сказать, и самый простой способ приготовления кофе. Включаем кофемашину. Сюда мы засыпаем зерна, которые нам молят, кстати, например, для приготовления кофе в турке. Надо либо кофе молоть, надо еще, чтобы была кофемолка, либо покупать уже молотый кофе. Здесь мы обычные зерна кофейные засыпаем сюда. Здесь у нас мельница молит. Сюда мы заливаем водичку. Сюда молочко. Открываем, включаем. И выбираем программу, которую вы хотите кофе. Либо капучино, лата махиата, эспрессо, или обычный кофе. Кофемашина включается. Она греет воду. Наливает вам кипяток. Наливает вспененное молоко. То есть вы включили, пошли по своим делам. Что-то делаем. Приходим, готовый кофе. Берем, пьем, наслаждаемся. Но, конечно же, есть и минус у кофемашины. Значит, в чем минус? Минус это в уходе. То есть за ней надо ухаживать. Вот здесь у нас находится мельница, которую нужно постоянно чистить, постоянно мыть периодически. Здесь у нас находится вода, для которой нужно покупать специальный фильтр. Фильтр для воды. И емкость для молока. Эту емкость тоже нужно постоянно мыть. То есть за кофемашиной должен уход. Также большой минус в кофемашине это дороговизна. То есть, конечно, кофемашины, они очень удобны в применении, но они дорогие. Я знаю, что они, по-моему, от 40 тысяч и до 150, а может быть даже и больше. И еще один минус есть. Очень часто людям уже хочется, наверное, пить кофе с различными вкусами. И поэтому в продаже есть кофе в глазуре. В глазуре с разными ароматами и с разными вкусами. А молоть такой кофе в кофемашине нельзя. Потому что ломаются, портятся жернова мельницы. И поэтому есть третий способ приготовления кофе. Это способ с различными ароматами кофе. Сейчас я вам покажу. Третий способ приготовления кофе. Это компания Армель производит кофе. Кофе Гоу. Кофе с разными вкусами. Этот кофе продается вот в таких вот коробочках. Вот в таких коробочках продается. Внутри находятся пакеты. То есть, одна порция кофе в одном пакете. Значит, какие вкусы кофе? Кофе вкусы. Классическая Колумбия. Классический кофе без кофеина. Горький миндаль. Виски со сливками. Ирландский крем. Апельсин. Черешня. Даже апельсин и черешня вкусные. Интересно будет попробовать. Обязательно попробую. Так вот. Внутри находятся пакетики. Внутри пакета находится свежеобжаренный натуральный молотый кофе в дриппакетах. Что такое дриппакеты? Значит, мы открываем. Открываем упаковку. Скрываем пакетик. Достаем. Вот он, дриппакет. 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 Что такое? Это чашка. Внутри. Вот мы уже приготовили. Вскрыли. И вот у нас, значит, открываются ножки у пакета. Ставится сверху на чашку. Внутри у нас находится бумажный фильтр. И внутри находится тот вкус, тот аромат кофе, который вы выбрали. И нам остается сделать что? Нам остается только залить горячую воду и подождать, когда вода пройдет через фильтр и пройдет через кофе и заварится. Кстати, еще, что хочу сказать. В этом, значит, кофе, во-первых, это стопроцентная арабика. И в этом кофе, кофе оно с органическим рейши. Что такое рейши? Рейши – это гриб. Восточный гриб. Значит, который в Японии и в Китае его называют гриб долголетия. Почему он гриб долголетия? Потому что его используют для лечения и особенно для профилактики многих заболеваний. Я знаю, например, что его используют для профилактики онкологических заболеваний. Потому что этот гриб препятствует развитию раковых клеток, опухолевых клеток. И также его используют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, значит, вот такой гриб. Итак, давайте мы, значит, зальем воду. Зальем горячую воду. И подождем, пока у нас вода будет проходить через фильтр. Стоит неимоверный аромат, неимоверный вкус. Просто супер. Пока у нас кофе проходит через фильтр. Вода, точнее, пока вода проходит через фильтр. Я вам расскажу очень интересный факт про кофе. И так же, как известно всем, что сортов кофе всего три. Это арабика, бразильский и робуста. Но на каждой плантации, на каждой плантации, это кофе, оно разительно отличается. То есть сорта разительно отличаются. Например, самый дорогой в мире кофе производится на Суматре. Это единственный кофе, который не собирают, а подбирают с земли. Значит, там водятся на Суматре маленькие зверьки. Лювак называется, которые большие кофеманы. И вот эти вот зверьки, они выбирают самые спелые, самые лучшие ягоды кофе. Черна кофе проходят через пищеварительную систему зверька и подвергаются воздействию ферментов. В результате чего вкус кофе меняется. Работники собирают драгоценные какашки, извините за такие подробности, зверьков. Очищают эти зерна и в результате получается очень дорогой сорт кофе. Называется копи-лювак. Вот такая вот интересная история. Ну, а в это время у нас кофе заваривается. Итак, пожалуйста, выбирайте любой вкус. Приглашайте гостей, приглашайте соседей. И за приятной беседой можно насладиться различными вкусами кофе-го от компании Армель. Наслаждайтесь. Мы с вами рассмотрели три способа приготовления кофе. Это кофе в кофемашине. Это кофе-го с различными ароматами от компании Армель. И это главная героиня, конечно, сегодняшней нашей передачи. Это турка для приготовления восточного кофе. Пожалуйста, выбирайте, кому что нравится. Пейте кофе. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Увидимся в следующей передаче. Передачи. Старое новье. Или новое старье. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok